Всем привет! Давайте поиграем. Сегодня сделаем расклад по теме денег. Наш расклад 3 карты будет отвечать на вопрос Что сделает меня денежным магнитом? Вы уже знаете, что для этого есть медитации, ритуалы, талисманы. Но все это, как вы понимаете, не работает без каких-либо действий в этом направлении. Сейчас при помощи метафорических ассоциативных карт Найдем конкретные действия, которые приведут вас к желаемому результату. Сейчас я в закрытую выберу из колоды 3 карты. Сосредоточились на вопросе. Дышим, слушаем дыхание, перемешиваем карты, Задаем вслух интересующий вопрос Что сделает меня денежным магнитом? Смотрите внимательно и давайте будем расшифровывать карты. Каждый расшифрует по-своему. Поэтому пишите в комментариях, что для вас эти карты. Какие действия для себя вы нашли, смотря на эти карты и отвечая на вопросы. Задаем в каждой карте вопрос. Что я здесь вижу? Кто на этой карте? Что делает? Что чувствует? О чем думает? Где находится? Что было до этой ситуации? И что будет после? Что для вас эта карта? Ответ в комментариях. Хотя бы по одному действию на каждую карту. Напишите пожалуйста, буду очень рада. Итак, первая карта. И первый вопрос. Кто что? Два партнера, муж с женой? Или два партнера по бизнесу? Или что-то, или какие-то события, действия на карте в виде детей. Поддерживают каждого из них. Второй вопрос. Где? В комнате, офисе, закрытом пространстве, самоизоляции. Третий вопрос. Что делают? Играют в игру кто кого? На победителя. Наступают друг на друга, упираются, толкают, стараются сделать шаг вперед, но у них не получается, силы примерно равны. Четвертый вопрос. Что чувствует? Негодование, уверенность в своей правоте, раздражение, что другая сторона не понимает и не уступает. Что было до этого? Было все хорошо, дружно, пока один из партнеров не обиделся на другого и не стал делать вопреки что-то. Что будет после? Так и будут стоять, вредничать друг другу и обижаться, пока не найдут решение, приемлемое для обоих, или пока кто-то не уступит. Как вы расшифровали эту карту? Что она напомнила для вас? Есть ли вы на карте? Кто вы? Основной партнер или поддержка? И вывод. Что сделает меня денежным магнитом? Делаем вывод, глядя на эту карту. Перестать тянуть одеяло на себя, выключить эмоции, решить вопрос, как лучше для дела, а не удовлетворять свое эго. Резюме. Сотрудничество на равных без переноса на личности. Вторая карта. Задаем вопрос. Первый вопрос. Кто? Что? Четыре руки. В одних руках мозг, в других руках сердце. Где? Ну, где-то в пространстве или космосе. Где-то так, непонятно в чем для меня. Третий вопрос. Что делают? Протягивают руки друг к другу, хотят соединить мозг и сердце вместе. Четвертый вопрос. Что чувствуют? Доверие, осознанность, открытость. Пятый вопрос. Что было до этого? Мозг и сердце жили отдельно друг от друга, и им было не очень, не комфортно. Шестой вопрос. Что будет после? Они соединятся, и будет сильнейший тандем мозга и сердца, тандем разума и эмоций, и тандем расчета и интуиции. Как вы расшифровали эту карту? Что она напомнила для вас? Если вы на этой карте, кто вы? Мозг или сердце? И смотря из всего, что я тут описала, вывод. Что сделает меня денежным магнитом? Слушать интуицию в первые секунды принятия решений, считать до десяти, в это время успокоиться и подумать, и принять правильное решение. Научиться думать головой, выстраивать причинно-следственные связи. Резюме. Научиться делать разумный выбор. Третья карта. Кто? Что? Две руки, между ними натянута сетка, в руках ракетки, между ними сердце. Где? Ну, возможно, на теннисном корте, на поляне, в лагере, на курорте и так далее. Что делают? Играют в пинг-понг или в большой теннис, бьют по сердцу то один, то другой. Руки с ракетками, они стараются ударить посильнее, ну, а сердце, оно летает между ними и покрякивает только. То есть, что чувствуют? Сердцу больно, оно устало, хочет отдохнуть. Чувствуют боль, усталость, грусть. Что чувствуют руки с ракетками? Чувствуют азарт, возбуждение, радость, агрессию. Что было до этого? Руки заключили пари, кто победит. Сердце просто хотело им помочь поиграть, но, по доброте душевной, но вот попало в такую передрягу. Что будет после? Кто-то пропустит гол, кто-то выиграет, а сердце или лопнет, или останется без сил лежать на игровом поле. Как вы расшифровали эту карту? Что она напомнила для вас? Если вы на этой карте, кто вы? Руки или сердце? Вывод. Я сердце. Не надо помогать людям, когда тебя не просят. Даже если просят, не давать обещаний и подумать, смогу ли я его выполнить без ущерба для себя. Если у меня время и силы, научитесь говорить нет, не давайте обещаний, которые не сможете выполнить. Всегда задавайте вопрос, зачем мне это? Не растрачивайте свою энергию, силы и эмоции и время без пользы для себя. Давайте подведем итог. Что сделает меня денежным магнитом? Первое. Сотрудничество на равных без переноса на личности. Второе. Научиться делать разумный выбор. Третье. Не растрачивать энергию и силы, эмоции и время без пользы для себя. Вот на такой позитивной ноте я хочу закончить свой расклад. Что надо сделать, чтобы стать денежным магнитом? Кому-то пригодятся и начнут приносить деньги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова